Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Иномарки лидеры по угонам. Так считают компании Альфа Страхование. В Самарской области, по их данным, самыми угоняемыми стали Lexus LX, Nissan Tiana и Porsche Cayenne. По абсолютному количеству угонов на первом месте отечественный автомобиль Lada Priora. На втором месте Mercedes-Benz GL. Третье место получает ВАЗ-2113. Специалисты отмечают, что за последние годы методы угона не претерпели серьезных изменений. Только набор инструментов поменялся. По прогнозам страховщиков, в 2015 году интерес автоугонщиков будет расти к автомобилям массового сегмента. Кстати, странно, что в Альфе не знают, что автомобили ВАЗ всегда были лидерами по угонам. Могли бы хоть материалы автостата почитать, что ли? Россиян обяжут страховать жилье. Соответствующий закон уже принят в первом чтении. Согласно документу, тем, чье жилье пострадало от стихийных бедствий, государство окажет поддержку только в том случае, если квартира или дом были застрахованы. Остальным же придется рассчитывать только на жилплощадь по социальному найму, которую нельзя ни приватизировать, ни передать по наследству. Хорошая идея. Только учтите, что страховать жилье начнут тогда, когда доходы граждан в нормальный вид приведут. Госдума приняла в первом чтении закон, фиксирующий минимальную страховую сумму по туристическим полисам. Теперь сумма страховки составляет 2 миллиона рублей. Правда, ко второму чтению страховая сумма может быть увеличена. Если страховки нет, то расходы по лечению за границей несет сам гражданин. Обязательное страхование разработчики решили не вводить, поскольку развитие страхования предусматривает постепенный отказ от обязательных видов страхования. Дельная вещь, конечно, вот только попробовали бы законодатели хотя бы раз добиться исполнения обязательств по страховке. Вот тут бы у них много вопросов возникло. Российский фондовый рынок открылся ростом котировок по отношению к закрытию торговой сессии среды. Индекс ММВБ поднялся до отметки 1771 пункт. Среди лидеров роста бумаги «Дикси», «Алроса», «Сбербанка», «Камаза» и «Преф» и «Сургутнефтегаза». Лидеры падения – акции «Полюс золота», «НЛ Россия», «Интеррао» и «Эмвидео». Повышение на российском рынке происходит на фоне стабилизации котировок черного золота и роста фьючерсов на американские индексы. Торги в среду в Европе завершились ростом, в США – умеренным снижением. В Азии преобладают продажи. Курс доллара на 5 марта – 61,87 рубля. Курс евро – 68,30 рубля. Золото стоит 2395 рублей за грамм. Серебро стоит 32,66 рубля за грамм. Цена нефти марки «Брент» – 61,93 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.